здравствуйте друзья сегодня у нас в гостях машенька да мы можем так прямо назвать маша и медведь это маша и и и дед миша машенька пару слов народа туда пару слов вообще откуда взялись я из хабаровска и я приехала в сиэтл 10 лет назад когда мне еще 15 лет было закончила здесь школу университет и вот теперь решила и к вам заехать михаил так подойдите университет вы по какой специальности english major и лингвистика ничего себе так было бы естественно если бы русский мейджор какой-то у вас был это слишком легко как вообще английский как вообще вы не крутите так тихонько как вообще английский как хорошо четыре года упорного труда в университете школа и теперь могу сказать что более-менее нормально так а вы с акцентом или как-то у вас особо нету и получается что неоправданно так я даже не знаю я думаю есть у меня акцент но вряд ли очень сильно вы скажите пару слов там по английски там типа откуда вы узнаете how did you learn about port of computer school i had some friends who've been studying qa there also plus you know just web surfing mostly news and i was mostly amazed that there are no bad news everyone's saying how they've changed their lives in basically few months все друзья вот она значит нам по-английски поговорила вот так говорят люди которые english major имеют и 10 лет жизни в соединенных штатах молодец значит так подождите все вы закончили университет уже сколько лет назад всего не ласточка а что же вы выжить а сколько же этого учились то а четыре года я еще была в америкорке это такая волонтерская служба я там тоже я преподавала английские помогала иммигрантам здесь кому все ты же да так чего только не делала что то еще а я еще работала в лаборатории протеин перификации это тоже до очищение белка и работа с инфекционными болезнями но я была только ассистентом у вас папа по этой части да папа у меня я подумала надо посмотреть вдруг это моё подождите я я просто пытаюсь сообразить вот вы учились в english major я вам скажу что вот в наше время например если вы учились в инъязи в таком как бы то вы бы фактически там учились вообще без мальчиков там были бы одни девчонки так и было нет нет то есть были мальчики 50 на 50 где вообще эти люди потом обретаются где они себя находят то есть я понимаю в моем понимании english major это скорее всего ты взял english major и потом пошел лоску куда-нибудь там адвокаты или это какой-то промежуточный какой-то куда делись ваши ребята а вы знаете вы правы это промежуточный вариант очень часто лоскул маркетинг техникал райта вот все все что с этим связано все что связано с тем как сделать почти любую отрасль понятный для человека например также наука сайентисты могут что-то открыть но и не могут об этом рассказать и вот кстати я думаю похожая проблема в идти когда человек может что-то изобрести а рассказать понятно об этом уже не очень хорошо ну и вот тут и приходят на помощь english major ну подождите но вы не пошли не в техникум райтинг вы не пошли в лоскул вы себя искали что ли целый год или как это было все ну отчасти да и потом я просто поняла что на десять лет учебы в аспирантуре меня не хватит а нужно десять ну да там очень долго ну хорошо ну то есть не то что вот допустим когда учишься на english major там не хватает там мальчиков вокруг такого нет такого нет мальчики качественные вот есть на кого глаз положить или что-то в них не то вот который english major изучают бывает что что-то не то но не все бывают хорошие ну то есть можно жить жить можно то есть в сиэтле девчонкам как бы не нужно уезжать чтобы встретить друга а вот это вот пресловутая облачность и вот затянутое тучами небо и постоянные дожди вот вы как сиэтлянка с десятью годами там 11 опыта вы вы как вот об этом расскажете говорят что депрессивно ну нет это все статистика что мы первый город по самоубийствам это все ложь и клевета отвергали да это и про депрессии и про прочие если вы читали то это все неправда у нас прекрасный город о вот так прям и так чтобы это получается что мы вас как-то исказили да прекрасный город и я не скажу что там прямо так сильно уж облачные сумрачно у нас бывает солнышко даже пару часов в день насколько надо вон солнце витаминов там прекрасный город погода отлично а вот этот самый ваш я здесь старбакс который на каждом квартале по старбаксу действительно народ вот так выпивает кофе на работу утром кофе днем надо кофе вечерком знать что я с одной женщиной беседовал из сиэтла и она мне говорит вы знаете как михаил вот так как вы безобразно пьете кофе в старбаксе это просто какое-то позорище уже тут никто даже заказать нормальный кофе не может что мы приходим и мы там 10 минут заказываем со всеми там какими-то тонкостями правда да 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 можно там на это же кофе это же искусство скажите что вам надо дабл макиято керамел лайтфоум но он от мелок афлаф все в одну чашку все чашку серьезно надо подходить кофе а у нас народ приходит вот это год дайте за три рубля да народ у нас народ совершенно не развит смысле кофейности так вот вот придет вот и знаете еще в бумажный стаканчик возьми и никто не знает никто не знает что если сказать дайте мне фаянсовую чашку ты мало то что чашка есть они что прям стоят видно же так они еще и на 10 центов дешевле вам отпустят за то что чашку почему-то по умолчанию считается что если человек ничего не сказал ему надо делать бумажный стаканчик вот и не нет такого чтобы было обязательно спросить вам стаканчик или не стаканчик или или чашечку вот но друзья когда вы придете в starbucks имейте ввиду что в чашечку лучше можно за 10 центов дешевле у меня московская подруга тут мы учились вместе вместе она приехала и говорит как же вы тут живете горит кофе как из бумажного стаканчика ягодок сказала бы тебе в чашку налили понимаешь но в общем она очень переживала то есть вроде все хорошо в америке но кофе из бумажного стаканчика в калифорнии у вас другое хорошо уж кофе извините у нас лучше а что хорошо другое ну фрукты у вас это есть это вот лучше всех до сих пор вишня везде через черешни через сейчас дорогая чуть ли не 5 долларов за фунт сейчас дорогая очень еще не сезон слушайте но у вас яблоки там растут яблоки вода яблоки у нас 8 виноград растет там у вас виза деле слушайте под сиэтлом такие винодельни есть шикарные делают делают венцо у нас варят локально ну пиво то и на аляске варят специально да у нас практически в 50 штатах соединенных штатов делают вино сейчас как-то так винодельческий бизнес распространился а вот например microsoft какой-то или amazon вот вы живете в сиэтле это как-то влияет на вас вот что там где-то microsoft а вот там где-то amazon это как-то чувствуется а микрософт я думаю не они в отдельном районе но да у них по сути свой город где живут только те кто у них amazon да я работала в лаборатории которая была рядом напротив через улицу от amazon так и они до огромные здания целые блоки города заняты видишь постоянно людей туда видишь как они работают ну нормально ребят вполне неплохие а я здесь боинг уже там не важен в сиэтле или уже так все говорили раньше там сенатор от вашингтона был сенатором от боинга сейчас как с боингом потише уже сейчас у нас много другого и как-то уже не особо воспринимают ну хорошо все-таки значит вы от кого-то услышали что есть там школа тестов у вас не возникло мысли а я-то тут причем вот такой мысли не возникло да вы знаете я уже столько всего перепробовала да что знаете гораздо вот с филологическим образованием лаборатории было работать большим экстримом микробиологически да и я справилась отлично и а там что-то приличное платили или так только на семечке не так как в тестерстве а вот давайте может быть я вам такой вопрос задам дело в том что я скажу в чем подноготно этого вопроса дело в том что люди которые нас оттуда смотрят они многие не понимают вот что на руках есть вот у человека какой у него реально выбор на руках они не понимают почему тестирование почему так много вот мы говорим почему я все время толкаю это тестирование и как будто я вот там ну чистый бизнес интерес какого-то вот и тогда вот что есть на руках я вот вот девочка закончил университета гуманитарий а что на руках вот что можно делать скажем так что можно делать чтобы прилично зарабатывать но я не знаю но хотя бы там 60 70 тысяч есть что-то что вот можно пойти начать делать вы знаете варианты конечно есть но тут дело состоит в том главная проблема что это занимает много времени как я и сказала всегда есть возможность пойти в лоску это научится да это много учиться есть возможность пойти в аспирантуру и мне нравилось очень сильно это возможно я извиняюсь а после что а после вы можете остаться в академии вот профессором ассистент работа для кафедры но не миллиона но не миллионы нет это ради любви к искусству можно пойти опять же в маркетинг и в подобные специальности но это нужно очень большой надо много работать там там еще другой есть там там не обязательно эти люди вокруг вас симпатичные будут то есть это такой бизнес инвариуме такой может быть сволочной это есть на бизнес школы но чаще всего это вы потратите на это годы жизни и очень-очень много денег то есть на самом деле киеве как бы достаточно редкая штука то есть вот нет не то что у тебя много-много возможностей там какой-то еще несчастный киеве который там миша чокнут и там где-то там толкают в американцы не зачистки вот индусы знают русские знают кстати никто не знает про киеве да мы очень мало кто знает причем все это я думаю что и русские не очень знают никто это вот у нас тут такое место я такая фишечка так что ну хорошо а вы посмотрели что есть работы все это до работы есть это я в первую очередь посмотрела есть работы и да есть работа слушайте вот вы переехали фактически с китайской границы на канадскую в чем разница вот так разница в том что хорошей китайской кухни стало гораздо меньше а там там хорошая китайская кухня хабаровске да у нас китайцы рядом они свою кухню готовили постоянно то есть прямо не в городе живут у нас очень много азиатов у нас эти сети тоже много азиатов да но не так ну я думаю что в сиэтле они когда готовят они имеют что американцы скушают поэтому она не такая аутентичная кухня а вы были когда-нибудь вот на туда на север вот там где-нибудь в ванкувере нет в ванкувере есть район называется ричмонд это чуть чуть южнее ванкувер ближе к американской границе и там громадные плазы там уже конца крайние шопинг плазы китайские и там они не для не для американцев а чисто китайцы для китайцев то есть там запахи такие специфичные и ты вот идешь а это не смотрит на тебя то есть ты как клетки воспринимаешься то есть клиент китаец и вот там можно такого аутентичного съесть я не уверен что это нужно делать но есть есть места есть места вот в канаде есть в америке такого не видел то То есть в Америке любой чайно-таун, он как бы нацелен на местного жителя. Да, но в Канаде я слышала гораздо больше азиатов, и они большее влияние оказывают. Ну, в Бритиш-Колумбии, да, где находится Ванковер, действительно там очень существенное население из Китая. Это правда, очень существенное. То есть у нас тут близко такого нет. Да. У нас даже индусов столько нет, сколько у них китайцев. Это правда, да. Ну, это локальных, просто в одном штате. Ну, хорошо. Так вы бывали в Хабаровске после этого? Нет. А что же вы помните? Немного, но помню. Но у меня здесь семья, и в принципе обратно... Братские сестрички есть? Нет, нет. Застаю ребенок. Папа с мамой. У них собаки есть. Папа с мамой. Вот вам, они не говорят, вам деточка, ты уже выросла, давай, может быть, внук там. Миссии? Говорят, конечно. Есть такое, да? Ну, мама... Есть такое, пристают. А пытаются знакомить, может быть. К счастью, нет. Ну, это уже хоро. Были вы из индийской семьи. Бабы все время кого-то приводили. Да, так что, да, надо быть благодарным за это. Да. Ну что же, хорошо, ладно. Так вы... Поучитесь. Сколько вы у нас уже? Почти два месяца. Вот, заканчиваю скоро. А вы как приехали? На машине, на самолете? На самолете, да. И куда вы пошли жить? Вот, вы как-то сами, вот, как вы на месте сориентировались? А, я позвонила в школу. Так. И вот на ресепшене там сидят очень милые девушки. И они сказали мне телефоны. И вот я и сказали, вот эти люди как раз ищут румейта. Ну, хорошо. Из аэропорта вы как добирались? Меня забрал сосед. А, потому что мне ребята говорят, Михаил, вы перестали ездить в аэропорт. Ага. Встречать студентов. И я думаю, что-то они действительно как-то без нас добираются. Да. Они забирают нас. Они мне сказали, что если никто не сможет, то вы заберете. Заберем. Но они сами предложили. Шикарно. И все? Я тут, можно сказать, напросился, друзья, значит, встречать через какое-то время, там, приезжает из Германии, женщина с мужем. И они нашли на Airbnb, они нашли семью, которая сдает комнату. Семья оказалась русскоязычной. И семья им сказала, да мы вас встретим. И она говорит, Михаил, может быть вам не надо? Я говорю, я уже настроился, я бы расписание внес. И мне все говорят, что же вы перестали встречать. Я думаю, ну уже ладно, поедем, встретим. Что ж там? Так вот, знаешь? Ну они слишком добрые. Я даже не успела ничего сказать. Как они тут же сказали. Ничего, вот тебя заберут, вот тебя привезут. То есть вы здесь без машины? Да. А на интернершию вы еще не пошли? Еще нет. А как вы будете добираться? Тоже с ребятами как-нибудь? Ну с ребятами или здесь, в общем, автобусы ходят и здесь полтрейн недалеко. Ну я надеюсь, вам на поезде не придется. Хорошо, значит, вам как гуманитарию дается легко? Да, я бы сказала, что не так уж сложно, но я тоже такой гуманитарий, и лаборатория, и лингвистика у меня была бэкграундом. То есть вы, но вы не кодировали никогда, да? А вот автоматическое тестирование вы у нас изучаете? Да, изучаю. И как? Не так хорошо, как хотелось бы, но я думаю, это все вопрос времени и опыта. Вы знаете, я вспомнил, как шел однажды по Москве, и там бабушка вела мальчика такого лет, наверное, пяти, или даже четырех со скрипочкой, вот такого размера скрипочка и такой мальчик. Вот, и они, видно, шли с урока, и бабушка ему говорит, ну как там, говорит, там, не помню, там, Максик, как ты сегодня играл? И он ей говорит, с пианино, говорит, очень хорошо играл. Говорит, а когда сам, то не так хорошо. Так что вы у нас в классе хорошо автоматизируете, а так пока в жизни еще не очень. Да. Ну хорошо. Так, значит, практику пройдете и домой. Надеюсь, что да. А вы не хотите здесь искать работу, вы хотите к маме с папой? Ну я буду и здесь искать, но я бы хотела в Сиэтл, я бы там уже жила, я уже знаю, все. Вы тамошняя. А у вас там есть автомобильчик? Нет. Я извиняюсь, а как же вы там жили? Ну я жила в таком районе, ну я не с родителями жила, у них нужна машина, а я жила в таком районе, что у меня все было под рукой, работала в даунтауне, в университет тоже машина не особо нужна. Там парковать ее просто негде было. Я извиняюсь, но права-то есть у вас? Нет. Бесправная. Друзья, вы видите бесправную американку? Да, я знаю, редкий случай. Да, вот так, знаете, вот так разговариваешь и узнаешь больше о людях. Шокирующие факты. Да, Машенька, если вот кто-то смотрит нас и вдруг он понимает, что без вас он дальше жить не сможет, это случается часто, что есть такие влюбчивые, вы не писаете, вот, как он вас найдет, скажите? Может быть, прямо под видео вам написать или у вас есть в фейсбуке что-нибудь такое? Да, у меня есть фейсбук, я могу дать вам ссылочку. Искать меня лучше не надо, потому что моя фамилия Сербжинская, и я не уверена, что кто-то сможет ее написать. Польская? Да. Да, фамилия сложная. Ну, тогда вот что, друзья. А у вас есть ютуб-аккаунт? Нет. А гугл? Нет. Только фейсбук и линкодин и все. А почта? Почта есть. Не джимэл. А яху. Яху. Ой-ой-ой. О, какая вы скрытная. Да. Ну, друзья, давайте так. Если что, пишите мне в личку. Кто познакомиться вдруг захотел, значит, в личку. А я тогда уже буду осуществлять фейс-контрол. Вот, это мне нравится. С фотографией это присылать. Вот. Ну, что же. Ладно, Машенька, давайте мы вас отпустим в большую жизнь. Вот. А вы уже тогда учитесь хорошо. Работаете хорошо. Ну, и там все остальное, что там положено. Вот маленькая еще девочка, ей еще до пенсии 40 лет. Может, как жизнь начинает. Ну, а вам так в целом вот Америка в целом нравится? Да, знаете, я слышала иногда, что люди говорят, вот, приехал сначала хорошо, а потом я разочаровался, скучал. У меня такого не было вообще. Мне сразу понравилось, и вот я до сих пор все никак не могу дожить до того момента, когда же я буду скучать и жалеть. Так вы уже перешли эту вершину, на той стороне перевала. Ну, вы приехали с родителями. И вам было 15 лет. Можете спрашивать, моя мама же это может посмотреть. Конечно, с родителями лучше всего. Мама святое. А мама бы хотела, чтобы вы с ними жили, да? Может быть, да. Я думаю, что да. Ну, я могу сказать, что все-таки детки, которые в университет переезжают в общежитие, куда-то от родителей, они все-таки гораздо более самостоятельные. Я вот сравниваю. Я вижу, там в одной семье, там один ребенок с мамой, там другой ребенок в университете, очень отличаются. Даже вот наша девочка, вот она в Бёркли училась, тут час езды, ну, час 15, может быть. Все-таки это не то же самое. Она там уже жила, и она так наезжала раз в месяц, или там мы наезжали. Но все-таки это уже самостоятельная жизнь какая-то такая. Ну, в той мере, в какой зарабатывать самому не надо. Так есть поддержка. У вас есть поддержка. Ну, я работала, я зарабатывала сама. Моя стипендия мне, к счастью, платила. Ну, хорошо. Ладно, ребята, давайте мы Машу отпустим, пусть идет заниматься. У вас уроки сегодня? Уже отучилась я. У вас, что устала, она устала. Что изучали-то, расскажите. Сегодня у нас был Serenium WebDriver. Так что последнее завершение было. А, так вы уже здоровы автоматизировать. Может, чем вы с Java, с Python? Java. С Java. Как Java-то как? Вы знаете, пока для меня это самый сложный язык. Я сама начала немножко, и в конце концов перешла на Ruby, потому что мне кажется, Ruby намного легче. О, конечно. А где вы перешли на Ruby? Ну, я сама немножко учу. Да, Ruby, Python могли бы взять. Да, да. Кажется, мне много вопросов. Это правда, это правда. Ну, что же, ребята, я уже там третий раз или четвертый захожу на посадку и говорю, что ладно, отпускаем ребенка, значит, в жизнь. Маме привет. Давайте маме помашем. Привет, мама. Маме привет. Вот, и дочка у нее хорошая, я могу подтвердить. Она такая старательная, ласточка, такая очень правильная, домашняя, фактически, девочка, вот я могу подтвердить. Спасибо. Да, и так как наша, наша правильная. Вот, я уже не говорю о том, что она в хороших руках тут у нас. Вот, но скоро мы вам ее вернем, обученную и подготовленную. Хорошо? А как вы, вы когда ее резюме прочитаете, вы плакать будете. Я такое резюме делаю, так, чтобы слезу вышибала. Вы скажете, я свою дочь никогда не знала по-настоящему. Я себя, наверное, не знала. А, конечно. Пока не почитали. Конечно, это надо разглядеть в человеке, вы что думаете. Все, ребята, давайте мы, значит, так, помашемся и скажем пока. Пока. Пока.